Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Да, это «Особое мнение», все верно. Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник сегодня, и именно его «Особое мнение» мы услышим. Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы, предприниматель. Алексей, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям о том, что на сайте «Кирова.ру» есть аудиовидеотрансляция нашего эфира. И кроме того, если у вас есть возможность сейчас зайти на наш сайт, то с помощью специальной формы вы, гостю «Особого мнения», можете задать свой вопрос. Начну я буквально по горячим следам. Вот только-только у нас закончилось обсуждение. Улица Горбачева. Что же с ней будет? Вышли ветераны-железнодорожники с тем, чтобы ее переименовать в улицу имени князя Михаила Хилкова, министра путей сообщения на рубеже XIX и XX веков, как раз в то время, когда в Вятской губернии активное железнодорожное строительство-то и велось. Все это понятно. И сегодня будет заседание комиссии по топонимии, членом которой вы, Алексей, являетесь. Да, все верно. Во сколько сегодня начнется? В 15.00. В 15.00 вход свободный. Да, конечно. Да, вход свободный. Вот чуть позже вы выскажите мнение по поводу этой инициативы. Мы просто со Светланой Занько в дневном развороте не поняли, не в курсе мы того процесса, что за обсуждение там и как это обсуждение на комиссии по топонимии происходит. Приоткройте, пожалуйста, завесу. Там кто-то выступает сначала, что мы такие-то, такие-то, выходим с такой-то инициативой, потому-то, потому-то. Потом начинается высказывание каких-то мнений. Так все это происходит? Все правильно. Есть постоянная комиссия по топонимии. Значит, в эту комиссию либо какие-то инициативные граждане, либо коллективы граждан могут предлагать какие-либо решения по переименованию. Или наименованию новых каких-то построенных улиц-объектов. Либо название, либо переименование улиц, либо какие-то проекты обсуждать. Значит, смысл заключается в следующем, что группа ветеранов, железнодорожников обратилась в эту комиссию с предложением переименовать одну из улиц, а именно улицу Горбачева, в улицу Хилкова. Хилкова. Значит, инициатива, мне кажется, достаточно интересная. И в этом вопросе железнодорожников, ветеранов, мне кажется, надо поддержать, но не случайно именно вчера я пытался запустить через социальные сети, через Фейсбук, через Контакт. Мы видели, да, вот эту сообщение. Дискуссию, вот это обсуждение этого вопроса. Действительно, это вопрос не самый важный, не самый резонансный и серьезный с точки зрения городской политики. Я всегда убежден и считаю, что прежде чем заниматься вопросами переименования, надо больше внимания уделять вопросам благоустройства города, обсуждению бюджета, обсуждению важных строительных проектов и так далее. Вопрос переименования – это не самый важный вопрос. Но раз группа ветеранов обратилась, напомню, что в этой организации состоит порядка 9 тысяч человек. Это по всей области? По всей области, да. Они обратились, и их предложение надо рассмотреть. Что касается вот этой дискуссии, которая вчера поднялась и в интернет-среде, и в СМИ, конечно, она поднялась. Я просто, видимо, начало этой дискуссии видел. Одно из первых сообщений было небезызвестного вам Антона Касанова, который сначала сразу же сказал о том, что очень странная инициатива, что никакой привязки вроде бы ЖД к данной улице нет. Знаете, я очень рад, что поднялась эта дискуссия. Это была вашей целью. Потому что так редко получается услышать общественное мнение по тому или иному вопросу, что вот такой резонансный вопрос, такая резонансная тема, она все-таки заставила людей встрепенуться, высказать свою точку зрения и сделать свои конкретные предложения. И самое-то интересное, что изначально у меня позиция была следующая, что все-таки стоит поддержать ветеранов, переименовать эту улицу в улицу Хилкова. И мне казалось, что тема достаточно интересная. И имя этого персонажа, оно должно сохраниться в памяти нашего города. Тем более это почетный гражданин города Вятки. И надо все-таки как-то было увековечить его имя. Но из-за общественной дискуссии, из-за предложений, которые ко мне поступали, мне звонили. Какие предложения? Писали личные сообщения, писали на стене. Я потом озвучу, какие у нас в эфире предложения. И предложения были следующие. Я их скомпоновал. И из-за этих предложений я изменил и свое решение, и свое мнение по этому поводу. То есть изначально вы были против? Изначально я был за терминование в честь Хилкова. Но обобщив все предложения, я пришел к выводу, что на сегодняшней комиссии я предложу следующее решение. Либо мы оставляем все как есть. Улица Горького будет продолжать называться Горбачевой. А улицу Хилкова мы можем назвать в каком-то новом строящемся микрорайоне. Потому что у нас достаточно много появляется уличных пространств, новых жилых микрорайонов. И название постоянно требуется. Конечно, у нас есть резервный список улиц. Но тем не менее, улица Хилкова достойна носить какая-либо улица. Пока еще не определились точно с микрорайоном. И мое предложение второе, что можно переименовать улицу Горбачева в честь вернуть ей историческое название Монастырская. Набережная. Либо Набережная, либо просто Монастырская. А улицей Хилкова назвать улицу Деповскую, которая находится недалеко от железнодорожного вокзала. И мне кажется, это решение будет взвешенным, обоснованным. И оно будет иметь символизм. О, вот вы как повернули. Вот какое предложение у меня в голове. Я не ожидал, что именно об этом будете говорить. Причем это предложение я обобщил из того нескольких десятков предложений, которые мне высылали наши активисты, городские активисты, публичные, политические деятели. Мне очень приятно и отрадно, что тема вызывает дискуссию. И вызывает конкретные предложения. Это очень хорошо, это очень правильно. Но огорчило одно, что когда я призываю общественников, активистов, политических деятелей, звезд нашей небольшой кировской эстрады. В хорошем смысле. В хорошем смысле слова. участвовать в обсуждении городского бюджета и обсуждать действительно по-настоящему глобальные и важные городские вопросы, то вот, к сожалению, здесь овоз и ныне там. Публичности и дискуссии получается немного. А я еще видел комментарии такие в интернете по поводу этого предложения. Некоторые люди смотрели в этом некое начало подъема к обсуждению уже, которое продолжается много-много лет, о возвращении улицам, другим исторических названий. Не это ли готовится, на ваш взгляд? Нет? Я не знаю. Я не думаю, что здесь какой-то потайной смысл есть. Просто довольно ведь болезненно воспринимается это все. Это болезненный вопрос, это очень спорный вопрос. Те улицы, которые на протяжении многих лет, десятилетия назывались вот так, а сейчас давайте возвращать. Все правильно. Я не поддерживаю вот такие резкие телодвижения, связанные с переименованием, либо возвращением исторических названий. Мне кажется, у города есть дела поважнее и посерьезнее. У нас проблем в городе достаточно, помимо названий улиц. Давайте к этим городским темам, проблемам. Мы уже перейдем после небольшой паузы. Я напомню, что это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Напомню, что наш разговор с Алексеем Кузьминым мы начали с предложения о переименовании улицы Горбачева в улицу Хилкова. И вы знаете, как так совпало, что накануне про улицу Горбачева упомянул в своем выступлении Вячеслав Николаевич Симаков, который с сегодняшнего дня уже работает в должности начальника теруправления по Первомайскому району. Вот вчера он сказал, что же, собственно, какие основные задачи-то перед ним стоят в новой должности. Он сказал, что не надо забывать о том, что скоро будет 650-летие нашего города, 2024 год, и основные юбилейные торжества пройдут как раз на улицах и площадках Первомайского района, исторического центра Кирова. И хочется подчеркнуть историческую самобытность, уникальность этого района. Сегодня, например, по улице Горбачева несколько старых зданий, где располагаются кафе и магазины. И оформлены они их владельцами в старинном стиле. Считаю, что такой подход надо развивать в исторической части города. Все должно подчеркивать исконность, неповторимость и верность многовековым традициям. Вот все ведь правильно сказал. Мне очень нравятся эти слова. Все правильно, все действительно так. Город Киров славен своими историческими традициями. И наш Первомайский район – это как раз исторический центр города. И привести в порядок Первомайский район – это значит привести историю в порядок, историю нашего города. И мне кажется, надо Вячеславу Николаевичу дать время поработать. Ему в подчинение передан колоссальный исторический пласт. Вот с ним он пускай и поработает. Ну, вы ранее в своем особом мнении, Алексей, говорили о том, что вы неоднозначно воспринимаете этот его уход с должности начальника управления благоустройства и транспорта. И вот нынешняя его должность в роли начальника одного из районов нашего города. И сейчас такой интересный вопрос вам задал в перерыве. Олицетворением чего является Вячеслав Николаевич? Вы как-то так очень задумались. Но многие его просто считают одним из самых открытых чиновников городских, идущим на контакт. Что он находит время ночью и днем приезжать на разные объекты и дороги инспектировать и так далее и тому подобное. В этом вопросе я всегда говорил, что власть должна быть публичной. На то она и власть. И все решения, которые принимаются либо в Белом доме, либо в Сером доме, они должны иметь общественное обсуждение и быть открытыми. Если власть будет закрываться от своих избирателей, от горожан, от кировчан, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому я только рад за то, что Вячеслав Николаевич всегда открыт для публики, постоянно раздает интервью и постоянно общается с кировчанами. Это правильно. Надо этому учиться другим чиновникам и городской, и областной администрации. А когда, вы думаете, уже можно будет давать какие-то оценки и Симакову в должности начальника теруправления по Перманскому району и Михаилу Долгополову, который перешел на работу в Октябрьский район? Сколько должно пройти, когда уже можно? Так что-то... Вот вы знаете, приведу пример. Новоиспеченный в Рио председателя Удмуртской республики Александр Владимирович Бричалов. Значит, уже через месяц после вступления в должность уже дает большую пресс-конференцию и отчитывается от своей деятельности. То есть человек за этот месяц уже сделал столько, чтобы дать большую пресс-конференцию. Но он человек другого склада. Я про это и говорил. Он другого склада. У него все должно быть четко. Мы знаем его биографию. Уже через 30 дней человек показывает определенный результат. Так вот и новоиспеченным руководителям теруправлений надо дать 30 дней для того, чтобы через 30 дней уже рассказать публике, рассказать СМИ о том, что было сделано, какие планы впереди, какие проекты новые, старые. И мне кажется, надо уже смотреть на результаты. А через 30 дней уже, через месяц день города, соответственно, день России. То есть вы предлагаете прямо на открытой площадке где-то отчитаться новым руководителям двух районов. Отличное предложение. Теперь хочу затронуть все-таки тему благоустройства. Как-то мы все тут вертимся. Одна из наших любимых тем. Наведение чистоты в городе после зимы. Накануне в городадминистрации совещание очередное состоялось, где глава городской администрации Александр Перескоков подвел итоги подготовки областного центра к 9 мая. Недочеты есть, сказал он, но в целом результаты работы видны. Центральные улицы, на которых проходили праздничные мероприятия, действительно вымыты хорошо. Теперь наша задача поддерживать их в таком состоянии и уже выйти на второстепенные улицы. Вы 9 мая в городе были? Да, конечно. Как оценивается то, как выглядел город накануне главного праздника страны? Меня очень впечатлила разметка на улице Карла Маркса от улицы Преображенской до улицы... Боровского? Тот участок, который в прошлом году ремонтировали? По-моему, до Политеха. То есть у нас разметка... От Преображенской до Политеха? Несколько сотен метров. Поэтому она меня очень впечатлила, что она единственная в городе, разметка свежая, новоиспеченная. А больше нигде нет? А больше нигде нет. Но это, видимо, что бы попало в объективы, в том числе телекамер. Федеральных телеканалов. В том числе. Что вроде как что-то делается. Что-то, да, происходит. И побеленные тротуары, побеленные амбродюры тоже об этом говорят. Вы знаете, порядок надо наводить. Город находится в таком состоянии, что куда ни плюнь, за что ни возьмись. Везде надо работать. Везде надо приводить город в порядок. Дороги в отвратительном состоянии. Тротуары в непотребном виде. Газоны, я не знаю, как выглядят в городе. Но пока их нет, по-моему. В основной этой части. Тополя обрезанные. Ну и так далее. То есть надо постоянно заниматься городом. И вопросы благоустройства в Кирове считаются самыми острыми. И не случайно Киров, к сожалению, среди столиц субъектов ПФО является одним из самых неблагоустроенных. К сожалению. Здесь надо наводить порядок. И в том числе и административными мерами. Вот глава администрации использовал вчера такую терминологию. Которая мне, честно говоря, не близка. Он сказал. Я включаю счетчик. Остается 33 дня до дня России и дня города. За это время предстоит не только максимально прибрать городские территории, но и украсить их цветами. Напомню, что в текущем году, по словам Александра Викторовича, в областном центре с цветами должно быть засажено 100 тысяч квадратных метров. Но это не предел. Это и наблюдалось и раньше за главой администрации. Вот эта его любовь к цветам. Многим она непонятна, конечно. В чем именно ставка делается на цветы? На цветы однолетники, возвращаясь, используя профессиональный язык. Когда они только на год, а это огромные деньги. И потом что-то надо опять думать. И мы до начала передачи сами обсуждали замечательные клумбы, которые появились рядом с созданием городской администрации. Как вы сказали? Раздолбили асфальт? Уложили туда чернозем? Давайте я свое мнение по этому поводу озвучу. Ничего плохого в цветах я не вижу и в клумбах. И чем больше их будет появляться в городе, тем лучше. Вопрос в том, где они будут появляться раз, за чей счет они будут появляться два. И какие именно насаждения там будут посажены? Это три. Что касается клумб у администрации города, выглядят они симпатично. Наверное, там будут красивые цветы. Но такое смешное мнение, что раньше это была главная протестная площадка в городе Кирове. Именно на этой площадке проходили все протестные акции, митинги и демонстрации. И вот этими двумя клумбами, я примерно так подсчитал, если проводить масштабный митинг, то этими клумбами сокращается число участников митинга минимум на 200 человек. Поэтому это так посмеяться. Ух, какая идея пришла вам в голову. Второй вопрос, что Александр Викторович в добровольно-принудительном порядке обязал управляющей компании разбивать клумбы возле каждого дома и в каждом дворе. Все правильно, все хорошо, все красиво. Но если клумбы у администрации разбивались за бюджетный счет, то клумбы возле каждого жилого дома управляющей компании будут разбивать за счет собственников квартир. Не спрашивая? Я не знаю, будут они это делать или... То есть вы хотите, по идее, должны прийти спросить. Вот у нас тут идея, подкинутая главой администрации, надо бы клумбу разбить. Мне кажется, в любом случае это будет стоить дополнительных расходов для собственников квартир. Согласны на это собственники. Мне кажется, их надо об этом спрашивать. Что касается однолетних или многолетних насаждений цветов, то скажу опять же, мнение на посмеяться. У нас в сентябре выборы. И до сентября эти цветы доживут. 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 А дальше хоть трава не расти. Будет красиво, ярко, желтые, красные, белые цветы. И у людей будет повышаться настроение. С отличным настроением они будут заходить на избирательный участок. Вспоминать о том, кто же разбил эти клумбы и за кого нужно голосовать. Да, у меня сейчас идея появилась. Это так, шутка. У меня сейчас идея, тоже надо посмеяться, появилась. Не высадить ли цветы таким образом, что это конкретная символика конкретной политической партии была видна. В качестве рекламы. Да. Можно логотипы компании. По поводу дворов. У нас ведь масштабная программа ремонта в этом году дворов. До 25 мая должны быть определены те дворовые территории, которые все-таки благоустроят. Минимальный там набор асфальтирования, лавочки, урны и так далее. Просто вот к тем же клумбам. Насколько это будет согласовано между собой? Благоустройство дворов. Действительно, это очень важный вопрос. Сделают одно, сломают другое, как у нас часто бывает. Чтобы ремонт был комплексный и чтобы программа проходила комплексно во взаимодействии со всеми исполнительными органами. То же самое я призываю и призывал. И обращаю внимание, что во время ремонта дорог нужно согласовывать планы ремонта. И как мне из администрации заявляли, уверяли, что этот план согласован с кировскими коммунальными системами. Именно с подрядчиками, которые постоянно ведут раскопки по ОТ+, с теми, кто линиями электропередач занимается, горэлектросеть. Поэтому, если вот эти проекты будут между собой согласованы и раскопки не будут происходить там, где сделан свежий ремонт, то несколько десятков кировских дворов действительно могут преобразиться в лучшую сторону. И я этому только рад. Ну, еще немножко по вопросам благоустройства. И уйдем на рекламу. В Кирове начался масштабный ремонт дорог. Вот такая новость сегодня появилась на сайте городской администрации. Adminkirov.ru Как автомобилиста хочу вас поздравить. Начался все-таки масштабный ремонт дорог. Но там, правда, вот в этом сообщении немного улиц называется, где все-таки уже ремонтные бригады появятся. Ну, и уже обозначилась проблема. Ремонтная бригада вышла на улицу Мопро. Однако вся улица заставлена машинами. Работать невозможно. Без эвакуатора не обойтись. Вот как-то все опять. С самого начала с проблем начинается. Что делать? Это типичная проблема для любого мегаполиса. А Киров действительно полумиллионник. Можно его назвать определенным образом мегаполисом. Это типичная проблема. Всех не заставить эвакуировать свои машины. Хоть ты 10 там табличек напиши о том, что завтра будет осуществляться ремонт. Но не заставить всех жителей убрать машину. Надо работать эвакуатором. Это нормальная практика. Ничего в этом плохого не вижу. Давайте сейчас на рекламу уйдем. Напомню, что это депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин. Именно его особое мнение. Вернемся через полторы минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Ну, давайте все-таки еще немножко про ремонт дорог, начавшийся, как заявила сегодня городская администрация. Масштабный ремонт. Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. Я просто в перерыве у Алексея спросил, известны ли какие-то подробности заключения этих контрактов. И вы сказали, что общались непосредственно с одним из участников торгов. Аукциона. Есть информация, что в Киров заходят и иногородние подречки. И мне кажется, что следует сравнить по осени, как только будет доделан все участки Кировской дороги. Я не уверен, что до осени. Есть вероятность, по моим ощущениям, где-то к зиме уже ближе. И у меня предложение сравнить качество укладки асфальта кировскими подречками и иногородними подречками. Вот, мне кажется, активистам в этом вопросе есть чем заняться. Вы имеете в виду группу общественного контроля? В том числе, да, и общественная палата. Есть и другие активисты, и политики могут принимать участие. Тем более, выборы на носу. Всем надо активизироваться, политикам, и посмотреть, как укладывают асфальт, каким слоем и каким щебнем и асфальтобетонной смесью. Кировские подрядчики, в том числе, Виатавтодор, насколько я знаю, выиграл крупные контракты и неместные подрядчики. Вот и сравним. Ну и затем уже оценить с точки зрения их долговечности, сколько они протянут построенные трассы, которые будут укладывать иногородные, и наши местные дорожные. Хорошо, идем дальше по темам. Накануне появилась довольно-таки невеселая информация. Речь идет об очередном расследовании Общероссийского народного фронта. Членов Кировского отделения Общероссийского народного фронта, они попытались выяснить и выяснили, а что же представляют собой полигоны, куда зимой вывозился из областного центра снег. И прям какие-то ужасные цифры промелькнули в прессе. Оказывается, в местах этих свалок допустимая концентрация железа превышена в 100 раз. Нефтепродуктов в 10 с лишним раз. Фосфатов в 1200 раз. Я не соображаю, конечно, уж глубоко в природоохранной тематике, но для меня это просто-напросто какие-то ужасные цифры. И сразу же возникла ассоциация с тем, что это какая-то мертвая зона в перспективе. Но это же все ужасно опасно для всего живого. По сути таки, если не проводить работы по рекультивации земель, если не восстанавливать грунты, то это мертвая зона. И те, кто создавал эти полигоны, и те, кто не предусмотрел необходимые мероприятия, защитные мероприятия, но они должны были об этом знать. Ведь не дети малые этими проектами увлекаются. Поэтому этот вопрос открытый. Я сегодня прочитал очень интересный комментарий, что у нас, оказывается, в Кировской области порядка тысячи экологов, либо чиновников, связанных с экологией, либо экологов на предприятиях, либо в администрациях. И вопросы о, например, засорении реки Люльченко, реки Хлыновка, тех же свалках ТБО, свалках снежных масс. Ну, мало вопросов поднимается с точки зрения экологических проблем. И самое интересное, что не только вопросы не поднимаются, но и нет активности среди ответственных лиц. У нас же есть ответственные лица, они получают заработные платы, занимают штатные единицы. Ну, вот ситуация не сдвигается, экологическая проблема в городе Кирове достаточно напряженная, все прекрасно об этом знают. Да и вообще тема вывоза снега из нашего города, она такая закрытая довольно-таки. Ну, вот едет, да, самосвал с этим, со снегом. Да, в общем-то, мы и не интересуемся особо обычно этой жителями. Эта тема очень закрытая, потому что она очень выгодная. С точки зрения подрядчика. Естественно, проконтролировать вывоз кубометров снега. Практически нереально. У каждой машины не поставить общественного активиста, не закрепить за ним датчик и весовой контроль на каждом километре не обеспечить. Но если обеспечить весовой контроль и элементарные приборы слежения на въезде в полигоны снежных масс, то, мне кажется, определенный контроль можно получить. Но вот даже это городской администрацией или заказчиками, дирекцией дорожного хозяйства, даже такие меры не предпринимаются. А почему? Ну, потому что подряды слишком выгодны. Ну, мне показалось, что сейчас вы, возможно, еще и вспоминаете исследования, которые не так давно Виталий Брам публиковал. В том числе о недовозе снега. Виталий, видимо, просто взял калькулятор и подсчитал. А сколько это надо вообще машины, сколько рейсов надо сделать, самосвалов, для того, чтобы увидеть, сколько, 350 тысяч кубометров, о чем заявлялась городская администрация. И там что-то нереально получается, чтобы это все доставить. Это типичная ситуация, когда на бумаге цифры одни, а в реале цифры другие. Типичная ситуация, к сожалению, и я думаю, что и не думаю, убежден и уверен этим занимаются. Этот вопрос должен обсуждаться и рассматриваться в компетентных органах. Те, кто непосредственно контролирует использование бюджетных средств. А бюджетные средства закладываются здесь немалые, как нас пытаются уверять кировские подрядчики. Здесь достаточно большие миллионы бюджетных денег, и их контроль надо усиливать, в том числе правоохранительными органами. А если еще вспомнить, нужна природоохранная прокуратура в конце концов есть. Я про это и говорю, в том числе. Хорошо, продолжаем нашу беседу. Очень бы хотелось, чтобы те слушатели, которые еще не в курсе этого предложения Алексея, о нем услышали. Оно такое неоднозначное, но очень интересное. Написали бы в конце апреля еще о том, что почему бы не поступить так, как с Дальним Востоком. Я имею в виду не отдать ему кого-то, а предоставить жителям нашей страны на Дальнем Востоке в безвозвездное собственное получать гектар земли. Ну, все верно. И вы предложили, давайте мы что-то подобное организуем у нас в регионе. Расскажите, откуда у вас такая идея. А почему бы и нет? Ситуация заключается в следующем. В Кировской области порядка 250 тысяч гектаров находятся в областной и муниципальной собственности. И 250 тысяч гектаров используются, они не используемы. То есть есть... На них ничего не выращивается. И 250 тысяч неиспользуемых гектаров земли. На них ничего не растет. Они не пашутся, засеиваются. Они не принадлежат поселениям. На них нет никаких промышленных предприятий, этих же свалок. Ничего нет. Но по большому счету, если они не используются уже несколько лет, то по большому счету это, наверное, мелколесистая какая-то территория уже. А может где-то уже и высоколесистая. В том числе. Но есть же и откровенно хорошие участки земли, где можно развивать индивидуальное жилищное строительство, где могут появиться маленькие поселения, где можно создавать микропредприятия, где можно создавать фермерские хозяйства, промышленные предприятия. Вы считаете, что это может стать масштабным явлением, глобальным, сразу же, как скепсиса хочешь добавить? Почему такое предложение возникло? Во-первых, оно возникло еще в стенах нашей федеральной партии. То есть оно было озвучено в стенах Государственной думы от Справедливой России. Было это предложение. И этот опыт можно перенести и на наш регион. Потому что вот сегодня появилась информация, что на Сахалине, например, на Дальнем Востоке, к этим бесплатным гектарам земли администрация будет подтягивать дорожное сообщение и электросообщение. Ну, если там будет появляться инфраструктура, то грех не воспользоваться термином «бесплатно» и не получить себе участок земли. Построить там жилой дом, начинать растить семью, заниматься сельхозом, в том числе, бизнесом. Почему бы и нет? Я не вижу ничего в этой идее плохого, крамольного. Да нет, я тоже не думаю, что это такая идея крамольная. Просто это настолько глобальный проект. Это настолько глобальный, настолько материалоемкий проект, что без участия в федеральных программах, а федеральные целевые программы рассчитаны на другие субъекты Российской Федерации, они будут вырабатываться, и они сейчас в разработке находятся, насколько у меня есть информация, что это не будет только Дальним Востоком. Поэтому, если область будет участвовать в федеральных целевых программах, по этому вопросу, почему бы и нет, земли много, пускай эта земля эксплуатируется. А как вы представляете себе вообще процедуру оформления в собственность бесплатного гектара земли? Куда должен человек пойти? Документы он какие-то должен собирать? Или это просто вот подал заявку, или, не знаю, зарегистрировался где-то на портале, и ему сразу пришло письмо, все, вы являетесь собственником гектара земли в таком-то районе, с кадастром, номером таким-то. Конечно, есть технические процедуры, они должны дублировать те процедуры, которые сейчас на Дальнем Востоке. Ну, как я это вижу. Если будут какие-то нововведения, ну, может быть, это к лучшему. Просто где еще уверенность в том, что, ну, человек приобретет этот гектар, а делать там ничего не будет? Для этого есть механизмы надсмотра над этими земельными участками. Кстати, на Дальнем Востоке за этим смотрят, это контролируют. То есть, грубо говоря, если ничего не происходит на этой территории, то все. В том числе... Ты лишаешься правособственности. Есть такой же механизм для сельхозземель. Если в течение трех лет земельный участок не обрабатывается, то он изымается в пользу муниципалитета. Ну, вот еще личный вопрос. Алексей, ну, можно ведь назвать ваше дело, да, дело вашей жизни, это связано с сельским хозяйством, да, напрямую? Ну, в том числе. В том числе, вы видите вот среди своих коллег заинтересованность в том, чтобы развивать село, поднимать его, больше засеивать, распахивать и так далее. Какие-то новые методики внедрять. Что касается именно этой инициативы по одному гектару, все говорят одно предложение. Гектара мало. Гектара мало. А, кстати, забыл спросить, почему именно гектар-то? Чтобы заниматься полноценно сельским хозяйством, даже мелким сельским хозяйством, гектара бывает маловато. Ну, там, где и гектар, там, может быть, и больше гектаров. Ну, я как человек, просто выросший на селе, я прекрасно понимаю, в том числе, что такое гектар, два-три гектара угодий, на которых сено выкашивается, то есть трава выкашивается до последующего сена. Ну, это трудозатратно, конечно, но все реально. Сельское хозяйство с каждым годом становится все более рентабельным. Оно не растет баснословными темпами, как финансовые институты, как банки, но, тем не менее, рентабельность в сельском хозяйстве растет. Это объективный процесс? Ну, естественно. Это поддержка, в том числе? В том числе и государственная поддержка, и возмещение части процентных ставок по кредитам и так далее, в том числе. Остается у нас буквально 2-3 минуты на ваше особое мнение и семейную тему. Хотел бы поднять предложение, тоже громкое и неоднозначное регионального правительства, о том, чтобы ежемесячными компенсациями в 5000 рублей снабжать те семьи, дети, которых находятся в возрасте от полутора до трех лет, и, соответственно, не посещают садик. Каждый месяц по 5000 рублей, еще раз напомню, касается этой инициативы тех детишек, которые родятся после 31 августа этого года. То есть, соответственно, выплаты, если они и будут, они раньше, чем в 2019 году, уже предоставляться не будут. Обосновывается данная инициатива тем, что рождаемость в нашем регионе упала почти на 20%. Но, и еще одна ремарка, это не конечное уже решение, не принятое все-таки Министерство финансов. Это сейчас должно все просчитать, выяснить. Как вам такая идея? Идея-то может быть и правильная, и она полезная. Действительно, рождаемость в Кировской области существенно снизилась, и это не связано с качеством медицинского обслуживания, потому что тот же перинатальный центр, родильные дома, они сейчас в достаточно хорошем состоянии, с современными медицинскими комплексами и оборудованием. И мне кажется, все-таки рождаемость снижается из-за снижения уровня жизни населения. И не каждая семья, как бы это ни крамольно звучало, не может позволить, не каждая семья может позволить себе содержать второго, третьего ребенка. Поэтому здесь, скажем так, ситуацию надо решать комплексно. Пять тысяч не спасут ситуацию с рождаемостью. Они, естественно, помогут молодым семьям и могут быть определенным стимулом, но кардинально выравнить ситуацию пятью тысячами, мне кажется, не получится. Но идея правильная, в этом направлении надо работать. То есть вы, как часто говорите в нашей студии, вы за комплексный все-таки подход. Если дергаешь за одну ниточку, дергаешь за другую, чтобы все это выливалось в систему. Полумеры здесь не работают. Ну, слава богу, пока еще у второго ребенка материнский капитал существует, который, правда, уже не индексируется, если не ошибаюсь, три года. Да, ну и материнский капитал есть у нас на региональном уровне, но все-таки недостаточно, да? Нужно думать. Ну, конечно. Как вы считаете, в дальнейшем направлении? Надо работать в этом направлении. Поддержку молодых семей каким-то еще способом обеспечивать. В том числе и решать вопросы с жильем. Это самый важный вопрос для молодой семьи. Это где жить, в каких условиях жить, на каких квадратных метрах. И в том числе надо создавать программы, которые могут стимулировать и жилищное строительство, то есть помогать строителям и помогать улучшать жилищные условия молодым семьям. Если развивать и создавать эти программы, то результат будет виден, он будет налицо. Спасибо. Завершается на этом время особого мнения Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Всего доброго. До встречи. Спасибо. До встречи.